Я думаю, мы заслужили победу, потому что имели больше моментов, больше создали явно голевых моментов и по игре. Я думаю, что правильная стратегия у нас была. Мне кажется, переиграли сегодня соперника. И стратегически мы правильно играли. Мы не оставляли много зон у нас. Пространство было все перекрыто перед нашими воротами, а за спиной соперника его много оставалось, и мы часто использовали. Если бы мы реализовали эти выходы, я думаю, счет мог быть крупнее. Поэтому мы очень рады за команду, что нас могла не только пройти следующий раунд, но при этом показала очень качественный футбол, который, в принципе, мы хотим транслировать. Огромное спасибо нашим болельщикам, которые чувствовали такую невероятную поддержку, заряд. Даже, может быть, болельщиков, которых не было сегодня на стадионе, но она ощущалась поддержка, мне кажется, даже из других регионов. Потому что все писали, все желали нам удачи. И в Уфе, мы сейчас последний матч играли, там все тоже и журналисты, все хорошо к нам отнеслись и желали нам удачи в матче со Спартаком. Поэтому мы очень рады победе. И поздравляем всех болельщиков с таким хорошим матчем и с такими эмоциями. Мы рады подарить им вот этот праздник. Потому что никакие деньги за деньги нельзя это купить. Счастье останется с людьми, оно в сердце, и мы рады. Это больше всего нас волнует и радует. Коллеги, пожалуйста, поднимайте руку, я буду предоставлять слово. Представляйтесь, называйте здание, от которого командировано. Ведущий Федеральный Школы Радио Иван Александрович Тихонов. Каково это быть грозой московских клубов? Как бы нельзя так говорить, потому что это немножко неуважительно. Это большие команды. Спартак вообще великий клуб, на мой взгляд, личный. Одна из самых больших команд в Восточной Европе. Стараясь огромными традициями, и обыграть их дорогого стоит. И в принципиальном матче, в боевом матче. Это как бы круто. И это пацаны, мы можем поблагодарить даже Спартак. Потому что у нас два воспитанника играют. И Данил Полубояринов, и Костя Савичев. Это ребята, которых подготовил Спартак. Да, они не смогли там, может быть, реализовать себя. Потому что другое время было, когда они были в Спартаке. Там конкуренция высокая была. Но это пацаны очень качественные. Они по всей стране. Те, кто подготовил Спартак, это штамп на них стоит. Вот поэтому и Спартак тоже, можно сказать, не проиграл сегодня совсем. Потому что два воспитанника прошли дальше. Вот. Ну, удача есть. Старания есть. Поэтому оно все так сложилось. От игры к игре. И удачно. Григорий Целингатор, чемпионат Ком. Показалось, что последние четыре минуты, там по факту, игроки лежали. Может быть, было восемь даже или десять. Не знаю. Это были самые долгие четыре минуты вашей жизни? Ну, долго было. Кажется все время, что это минуты. Минуты как часы идут. Ну, правильно делали. Футбол это и хитрость в том числе. Надо тянуть время. Надо пользоваться хитростями, сбивать темп, чтобы соперника сбить с ритма, чтобы он не нагружал штрафную. Очень правильно. Ну, это и опыт тоже. Команда должна уметь так регулировать. Когда ты близко к победе, нет смысла уже там играть в футбол. Надо просто добить до финиша, добежать и быть первым. Пройти. Вот. Я думаю, что мы правильно все делали. Пожалуйста, вопрос. Нет. Перед матчем со «Спартаком» Сергей Волков пополнил свою папочку с подсказками на пенальте? Ну, мы как бы работаем, разбираем соперника. Вот. И естественно, что, как бы, знаем приблизительно. Работа там ведется, поэтому на этом направлении. Ну, конечно, он выручил очень. Ну, как бы, сам сценарий матча мог поменяться очень сильно. Нам пришлось бы раскрываться, если бы мы пропустили. «Спартак» тоже любит пространство, может играть на нем. А так, мы сохранили ворота в неприкосновенности. И, как бы, ну, наша стратегия продолжала работать. Вот. Мы забили. Еще раз повторюсь, могли еще забить. Вот так. Очень довольны. Молодец, Серега. Все, вопросов нет больше? Все. Спасибо большое. Все, спасибо вам большое. До свидания. Спасибо, ребята. Спасибо, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok